Самые отзывчивые и неравнодушные подводят итоги весенней недели добра. В школе 50 акция уже стала традиционной. Наверное, в этом году мы сделали больше, чем в том году. У нас в том году было буквально пару акций в течение двух дней, и как-то она быстро пролетела, даже не успев захватить все сердца. А в этом году мы ежедневно что-то делали, и каждый день наполнен был такой добротой, такой любовью, что дети с удовольствием шли в школу, чтобы узнать, что же сегодня будет нового на этой неделе. Каждому пришедшему в школу предлагали поучаствовать в мастер-классах. Гости могли проверить грамотность своей речи, расставить в словах ударения. Школьники справлялись даже лучше, чем взрослые. Также можно было попробовать себя в роли модели причесок. Парикмахер – ученица школы, победительница Junior Skills. Самый популярный из мастер-классов – весеннее настроение. Гостям предложили сделать первые в этом году цветы. Мы здесь делали цветочки. Вот можете посмотреть. Очень приятно будет детям подарить, своим родителям на праздник. И девочкам вообще это очень полезно. Все такое яркое, в ярких цветах. При входе нас встретила девушка, одетая в весну. Поэтому весеннее настроение присутствует, конечно. За эту неделю ребята смогли помочь приюту для животных «ЗОО-37». Собрали корм, лекарства, одеяло. Еще школьники стремились навести везде красоту и чистоту. В каждом классе провели генеральную уборку. Много было на этой неделе творческих и просто душевных встреч. На уроках добра ребятам напомнили, насколько важно быть внимательными друг к другу. Мы постоянно очень с радостью шли в школу. У нас было много мероприятий. Мы душевно относились ко всем. То есть все было вложено сердце, душа. Все улыбались друг к другу. Не было такого, что кто-то негативно относился к этому празднику. Все участвовали, принимали участие в разных мероприятиях. Торжественное мероприятие завершилось концертом творческих коллективов и патриотических клубов школы. Педагоги надеются, что неделя добра научила ребят быть отзывчивыми. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иванова.